Добрый день, дорогие ребята! Кто ничего не замечает, тот ничего не изучает. Кто ничего не изучает, тот вечно хнычит и скучает. Этими словами писателя Романа Семёновича Сифа я хочу начать наш урок. На предыдущих уроках мы с вами научились складывать и отнимать десятичные дроби. Правило вычисления с десятичными дробями описал знаменитый учёный средневековья Аль-Кашиджамшид Ибн Масуд, который работал в городе Самарканде в обсерватории Уллукбека в начале XV века. Записывал Аль-Кашид десятичные дроби так же, как принято сейчас, но он не пользовался запятой. Дробную часть он записывал красными чернилами или отделял вертикальной чертой. Запятая или точка для отделения целой части стали использоваться с XVII века. В дальнейшем учение о десятичных дробях изложил Леонтий Филиппович Магницкий в 1703 году в первом учебнике математики. Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому. Этими словами Дьорда Поя мы и начнём открывать следующее действие с десятичными дробями. Итак, тема нашего урока – умножение десятичных дробей. Мы уже решали различные задачи, в которых приходилось выполнять умножение натуральных чисел. Например, находили площадь прямоугольника, зная длины его сторон, длину пути, когда были известны скорости, время и другие. В этих задачах встречались только натуральные числа. Для того, чтобы такие задачи можно было решить и в случае, если среди данных имеются десятичные дроби, необходимо сформулировать подходящее правило умножения десятичных дробей. Рассмотрим задачу. Стороны прямоугольника 3,2 см и 4,8 см. Вычислим его площадь. Решим эту задачу, используя правило умножения натуральных чисел. Для этого выразим данные в миллиметрах. 3,2 см – это 32 мм. И 4,8 см равны 48 мм. Длины сторон прямоугольника выражены теперь натуральными числами, поэтому его площадь найдём, перемножив эти числа. 32 умножим на 48, получим 1536 квадратных миллиметров. Выразим полученную площадь в квадратных сантиметрах. Так как 1 квадратный сантиметр – это 100 квадратных миллиметров, то 1 квадратный миллиметр равен 0,01 квадратного сантиметра. И, следовательно, 1536 квадратных миллиметров равны 1536 квадратным сантиметрам. Выделим целую часть, получим 1536 квадратных сантиметров. И запишем эту дробь в виде десятичной. Получили площадь прямоугольника равна 1536 квадратных сантиметров. Этот же результат можно получить проще, если выполнить умножение десятичных дробей по следующему правилу. Записать числа в столбик, не обращая внимания на запятые, выполнить умножение натуральных чисел. В полученном результате отделить справа запятой столько десятичных знаков, сколько их содержится в обоих множителях вместе. Умножим по этому правилу 3,2 на 4,8. Выполнив умножение, не обращая внимания на запятую, получим 1536. В обоих множителях вместе после запятой два десятичных знака. Поэтому в результате нужно отделить запятой справа тоже два знака. Получим 15,36. Как видим, ответ тот же, что и раньше. При умножении нет необходимости подписывать запятую под запятой. Умножим 12,13 на 0,9. 1213 умножим на 9, получим 10,917. И во множителях вместе три десятичных знака. Поэтому в произведении отделим три знака справа и поставим запятую. Может случиться, что в полученном произведении натуральных чисел будет меньше цифр, чем их нужно отделить запятой. Тогда слева нужно приписать необходимое число нулей. Умножим 0,56 на 1,05. Произведение 56 и 105 равно 5880. Во множителях 0,56 и 1,05 вместе пять десятичных знаков. Чтобы отделить столько знаков, нужно к произведению чисел 56 и 105 слева приписать еще 0. Получим 0,5880. Умножим 0,254 на 0,73. Умножим 254 на 0,73 получим 18,542. Мы видим, что в первом множителе у нас три знака после запятой. Во втором 2 всего 5 знаков. Отсчитав справа 5 знаков, поставим запятую и допишем 1,0. Рассмотрим следующий пример. Умножим 27 на 32, получим 864. И в дробных множителях вместе 6 десятичных знаков. 2 в первом множителе и 4 во втором. В произведении отделяем 6 знаков. Заметим, что в произведении получилось меньше цифр, чем надо отделить запятой. Впереди дописываем 4,0. По этому же правилу умножаем и десятичную дробь на натуральное число. Так как натуральное число можно рассматривать как десятичную дробь, все десятичные знаки которой нули. Умножим 0,72 на 37. 72 умножаем на 37, получаем 2664. И в множителях вместе 2 десятичных знака. В произведении отделяем справа 2 знака. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Рассмотрим умножение десятичных дробей на разрядную единицу. Чтобы умножить десятичную дробь на разрядную единицу 100, 10, 100 и 1000, надо в дробной части перенести запятую вправо на столько знаков, сколько нулей в записи разрядной единицы. Чтобы умножить десятичную дробь на разрядную единицу, 0,1, 0,1, 0,1 и так далее, надо в этой дроби перенести запятую влево на столько знаков, сколько нулей в записи разрядной единицы, считая и 0 целых. Продолжение следует... Свойства умножения натуральных чисел выполняются и для дробных чисел. Мы с вами сегодня рассмотрели примеры умножения десятичных дробей, разобрали правила умножения десятичной дроби на разрядную единицу. Теперь вы должны выучить эти правила и пользоваться ими при вычислении. Желаю вам успехов в учёбе и до новых встреч!